Всем добра. Это продолжение. А вот начало. Так что если вы его не видели, то рекомендую для начала ознакомиться с ним, а затем уже приступать к просмотру данного видоса. В противном случае вы рискуете частично упустить суть моего повествования. А я, с вашего позволения, продолжу. Кладку дома закончили и на смену каменщикам вышли кровельщики. В качестве кровельного материала выбрали металлочерепицу. Рекомендуемый слой утеплителя в средней полосе, где температура может опускаться до минус 30 градусов, не менее 20 сантиметров. Но так как у нас минус 30, это скорее аномалия, чем норма. Плюс конструкция крыши собиралась из 50 доски шириной 150 миллиметров. Мы решили ограничить слой утеплителя теми же 150 миллиметрами. В районе коридора в потолок установили чердачный люк с раскладной лестницей. Очень удобная и относительно недорогая вещь. Всем рекомендую. Обычно, пока делается каркас крыши, кровельщики просят, чтобы в границах дома не было лишнего праздно шатающегося народа. Во избежание получения травм. С крыши с постоянной периодичностью что-нибудь падает. То молоток, то кусок отрезанной доски, то кто-то из кровельщиков. Шутка. 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 Короче, чтобы ничего в башка не попал, нефиг посторонним рядом с домом находиться. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите. Там не идет строительство или подвешен рот. Чтобы не скучать, мы за это время сделали заземление для будущей электропроводки, провели от водяного колодца к дому полипропиленовую трубу, уложив ее в защитный кожух из канализационной трубы, и установили забор по периметру участка. Только скелет. Листы металлопрофиля пока не крутили. Скажу пару слов про заземление. Считаю, что ни в коем случае нельзя им пренебрегать, или относиться к его конструкции халатно. По деньгам оно обходится сущие копейки на фоне всей электрики в доме, тем более на фоне стоимости всего дома, а тем более на фоне стоимости человеческого здоровья или даже жизни. А сделать правильное заземление в частном доме самому делать трех часов. У меня на канале этому посвящено целое отдельное короткое видео. Ссылку на которое я оставлю в описании. Возвращаясь к стройке. Крышу закончили. Приступили к прокладке коммуникации и внутренней отделке. Раскинули электропроводку. Кабель ВВГ-НГ. На розетки из плиты сечение 2,5. На освещение сечение 1,5 квадратных миллиметра. В мокрые зоны поставили доп. защиту от поражения током, установив щиток устройства защитного отключения. Для удобства питания дома от генератора в случае аварийного отключения, в щитке предусмотрели рубильник-переключатель с сигнализатором о восстановлении подачи электроэнергии в основной сети. Раскинули полипропиленовые трубы под водопровод и отопление. Уложили канализационную трубу. Сейчас я прокладываю сотый диаметр везде, независимо от источника слива. А тогда в качестве сомнительной экономии я от умывальников и стиральной машины уложил 50-ю трубу. Залили черновые полы под теплый пол, который укладывали только в коридоре и санузле. В те стародавние времена, когда строился этот дом, я использовал теплоотражающую подложку для теплого пола. Сейчас применяю пеноплекс. Но это так, к слову. Залили мы чистовые полы, вставили металлопластиковые окна и приступили к штукатурке стен. Хоть мне и часто говорят, что это лишнее, но я всегда армирую штукатурку по газоблоку малярной сеткой. После стартовой штукатурки прошлись по стенам финишной шпаклевкой. Одновременно со штукатуркой вокруг дома залили отмостку и сделали входные ступени. Это был первый раз, когда ступени я решил сделать какие-нибудь необычные. Позже я делал похожее крыльцо с клумбами. И даже выкладывал на своем канале два видоса с подробным описанием процесса их изготовления. Но то было позже. А это первые и мои любимые. Ссылки на изготовление их младших сестер я оставлю в описании под видео. Далее повесили конвекторы отопления и котел. Котел навесной, на кухне. Из-за отсутствия в доме котельной комнаты и вытяжной трубы. Осталось накрутить металлопрофиль на забор, натянуть потолок и сделать цивилизованную въездную зону. С первыми двумя пунктами понятно, а последний чуть подробней. Въездная зона, о которой идет речь, это три кирпичных столба, в проемы между которыми вмонтированы ворота и входная калитка. Важный момент, на который я постоянно обращаю внимание и который многими игнорируется, это то, что под все столбы должен быть залит единый фундамент. А не как делают многие самостройщики, под каждый столб заливают отдельное независимое основание. Позже, через год-два, при неравномерных усадках грунта, происходит перекос ворот или калитки. Они начинают плохо или вообще перестают открываться. И хозяева дома начинают во всем винить установщиков этих самых ворот или калитки. В случае же единого фундамента, такого не происходит, так как усадка если и будет, то по одной оси. Так мы и сделали. Залили единое основание, с тремя вертикальными кусками швеллера, Которые позже обложили лицевым кирпичом и пустоты из столбов залили цементным раствором. Помните, я говорил, что в конце стройки планировка комнат еще раз подверглась небольшому видоизменению. Дело в том, что планировалось так. Две спальни, санузел, кухня и гостиная, объединенные с коридором круговым движением. Тем, у кого есть маленькие дети, надеюсь, оценят. Но если не они, то точно их дети. Но оценить удобство беготни и баловства по кругу никому не удалось. Потому что уже после оштукатуривания стен на финальной стадии стройки, Меня попросили дверь, объединяющую кухню с гостиной, заложить. На месте двери, со стороны кухни, повесили телевизор. А гостиная превратилась в третью спальню. Че-то я свой рассказ затянул. Так что на этом, пожалуй, и закончу. Как-то так. Подписывайтесь на канал. Жду всех в моем инстаграме. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин